И немножко эксклюзивчика, который завтра будет в новостях, а сегодня, раньше новостей, он в канале Вечерний Садовой. Вот это территория, где находится кафе «Березка», панорама, улица Крыленко, проспект Мира. Здесь раньше находилось до революции дворянское кладбище. Здесь лежали и были захоронены самые богатые люди города Могилёва. В 60-х годах все это кладбище пошло под нож, точнее под бульдозер, построили вот эти дома. Местные, которые сюда заселились в 60-70-х годах, рассказывают, что постоянно выкапывали здесь то черепа, то какие-то золотые украшения. И вот спустя еще продолжительное время, сейчас пилили вот это дерево, зеленхоз, и когда спилили огромный пень, там внутри обнаружили, что это дерево проросло через могильную оградку. Вот завитки железные кладбищенские, вот это тоже железяка. И вот, я глубже даже встану, вон они идут, видите, то есть на месте могилы какой-то ограды выросло дерево, проросло, вобрало в себя вот этот забор и таким образом ненароком его даже сохранило. В понедельник, завтра здесь будут уже музейщики всякие, будут здесь все исследовать, раскапывать, а пока что вот вам эксклюзивчик, спешите видеть. Вот так оно росло, вот так оно выглядит. И неизвестно, сколько там еще в глубине можно чего-то накопать и увидеть. Но ничего, археологи разберутся завтра. Класс. И суть, важна суть, а не форма. Хорошо, давайте. Вот когда я закончу просто, ну тогда вы, чтоб не было вот этих... Я лишнее отрежу. Ну, ладно. Это ж видео. Живи живое, под солнцем бубны, смелей люди в свой полонез, как плодоносный, как злототрубный, снопы ржаных моих поэз. В них водопадит любовь и нега, и наслаждение, и красота, все жертвы мира во имя эго. Живи живое, поют уста. Во всей вселенной нас только двое, и эти двое всегда одно. Я и желание. Живи живое. Во всей вселенной нас только двое, и эти двое всегда одно. Я и желание. Живи живое. Тебе бессмертие предрешено. Класс. Это егене чувствуется. Да. Вот ощущение, чтобы... Она выше приподнялась. Живи живое, под солнцем бубны, смелей люди в свой полонез, как плодоносный, как злототрубный, снопы ржаных моих поэз. В них водопадит любовь и нега, и наслаждение, и красота, все жертвы мира во имя эго. Живи живое, поют уста. Во всей вселенной нас только двое, и эти двое всегда одно. Я и желание. Живи живое. Тебе бессмертие предрешено. Спасибо. Большого, спасибо. Вам удачи в путешествиях. Хорошего дня. Это что? Повторите еще на что-то? Игорь Северянович? Если вы смотрите ютуб, у меня есть тоже ютуб канал про путешествия. Он называется Вечерний Садовой. Вечерний? Садовой, да. И там про путешествия. Понятно. Само-сореновательное стихотворение Эгу Полонез. Хорошо. Всего доброго. До свиданец. Давайте я вам запишу Вечерний Садовой. Вечерний Садовой. Да. Мы тоже путешествуем везде, все снимаем тщательно. Русским языком, да? Да. В ютубе. Вот если смотрите... Да, да, да. Это у меня почерк не очень ровный. Ладно, можете мою страничку тоже записать. Давайте с радостью. Так вы его сейчас откройте. Так, Цигун. Но только букву... Там Ц, оно как русское С, а там И, как белорусское. Подгун набрать английскими буквами? Так, Цигун. 60. Набрала. Геннадий Шебек. Цигун, Геннадий Шебек. А, Геннадий Шебек на русском? Да. А вы автостопом путешествуете? Да, ну, автостопом. Ну, не всегда. Иногда и на транспорте. И вы все объездили уже? Ну, Брославский, Нарчатский с 22 июня. Я там по стоянкам, по туристическим, по-разному. 60 это... После Цигуна? Да. После... Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в любовной тьмуте, до сущностей протекших дней, до их причин, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить, судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия. Ой, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы восемь строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаяностях, попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я прозбивал стихи, как сад, всей дрожью жила, были бы липы в них подряд, гуськом в затылок. Стихи б я внес, дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокоз, раскат, грозы раската. Так некогда Шопен вложил живое чудо, фольварков, парков, рощ, могил, свои чудо, достигнутого торжества, игра и мука, натянутая тетива, тугого лука. Хорошо. А так вот, если говорю, Браслов, Нароч, Голубые озера, Нарочанские, можно написать просто своим, сам что-нибудь от себя скажешь. То есть это, ну, как бы, предисловие. Хорошо, но очень хорошо видите, что вы путешествуете, вот, прям как я. Ну, только я сейчас на работе, а так я путешествую. Я вот путешествовал по озерам 22 июля, погода была 3 недели без дождя. Да. 3 недели без дождя, вот. А потом? А потом? А потом было пантрон. Ладно, напишешь своими словами. Хорошо. Здрасте. Чтобы было все корректно. Окей. Договорились, да. Ну, все, тебе. Удачи. Все добрались. В общем, вам новых мест и открытий в ваших путешествиях желаю. Обязательно посмотрю твой канал там. Вечерний садовой. Я помню, у меня есть, я здесь записываю. Да. Вечерний садовой. Да. А где ты был? В Беларуси? Ну, вообще путешествую. Везде. Именно по Беларуси? Ну, пока, да. Ну, понятно. Ясно. Ну, ладно. Ну, всего доброго. До свидания. Теперь уже точно до свидания. Счастливенько. Когда будет, когда? В итоге? Ну, на недельке будет. Ну, я не тороплюсь, потому что я редко. Последний раз я когда-то в середине децилета там с чужого телефона. А, так у вас смартфона нету? Ну, сейчас нет. Ну, тогда будет время, посмотрите. Хорошо. Счастливо. Счастливо. Удачи. Прямо на баллонах кафе. И мы сейчас слушаем прям вот по этому радио. На такой красивый замочек. Ну, ладно. И по айфону. Счастливенько.